Всем привет! Это обзоры Лего и его аналогов от Калин Красный. И сегодня у меня в обзоре два замечательных наборчика серии Лего Ниндзяга. Продолжаю раскрывать для себя замечательную серию Ниндзяга, продолжаю также раскрывать ее тайну, почему она так сильно нравится фанатам ее, детям ее очень часто покупают, почему она нам нравится. Я почти, скажем так, догадываюсь, наверное, потому что здесь очень она такая красочная, разнообразная, у нее всегда очень интересные и яркие дизайны коробки, чтобы привлекать больше аудиторию. И сегодня, как вы видите, у меня обзорчик сразу будет на два наборчика. Это у нас первый наборчик под артиком 71761, который называется у нас Мехзейна. И Эва Мехзейна, скажем так, у нас в наборе 95 деталей, 2 мини-фигурки и розничная его цена была на момент продажи 749 рублей. Год выпуска данного набора 2022 год, то есть это у нас предыдущая серия. По Ниндзягу у нас сейчас вышла новая, к сожалению, Россия на нас не попала. И другой, не менее интересный мех у нас тоже под артиком 71757, который называется у нас Мехлойда. У нас наборчик 4+, в наборе у нас 57 деталей и 2 мини-фигурки. И его розничная цена 699 рублей. Так, ребятки, я сразу скажу, что два этих прекрасных наборчика я купил в магазине Перекресток. Купил у себя в городе, просто зашел и искал, на самом деле, я там другой набор Лего, но увидел этих прекрасных красавцев. И купил я их практически за ту же розницу, по которой они продавались в свое время. То есть, по-моему, вот этот был чуть дороже, а этот чуть дешевле. И, кстати говоря, о том, что я их нашел в магазине Перекресток, я написал в своей группе в Телеграме и в группе ВКонтакте, ссылки будут в описании. Если что-то интересное мне попадается, какие-либо новости, я всегда там выкладываю, так что, ребят, подписывайтесь, вступайте в группу ВКонтакте и Телеграм. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить обзоры на все новинки Лего и его аналогов. Приятного просмотра! Так вот, почему же я решил взять эти наборы и почему я делаю один общий обзор на сразу два набора? Ну, во-первых, я не сильно фанат серии Ниндзяга, но, проходя мимо данных наборов, проходя мимо той цены, по которой они были представлены, я не смог, скажем так, отказаться. Потому что сейчас эти наборы, насколько я знаю, стоят намного дороже, больше тысячи рублей. Это в лучшем случае, а так полторы тысячи их можно найти на каком-нибудь Валбрисе или Озоне сейчас. Вот, проходя, я не смог отказаться от этой цены. И почему они у меня в одном обзоре? Да потому что это достаточно, ну, почти, скажем так, два одинаковых меха. Давайте мы посмотрим быстренько на коробочке. У нас здесь новенький вот этот обновленный дизайн. Мне он нравится, он какой-то у него комикс-совость. И сзади у нас 100 представлено у этих коробок. Ну, 4+, у нас представлены скромные функции, так как набор 4+, это у нас монолитные здесь детали, которые легко собираются для детей. Вот, а у такого вот у нас более взрослого наборчика у нас здесь по новому дизайну, как вы видите, представлены вот такие функции. То есть у нас здесь небольшая поэтапная сборочка. У нас здесь вот детальки собирают такого меха. И самое прикольное, что вот именно в данном насмехе у нас можно добавить вот эти, скажем, дополнительные нарчи, дополнительные наплечники, типа доп, какой-то ассортимент, аксессуары. И у нас смех превращается суперкрутого. Ну, ничего более удивлительного, более интересного здесь больше не представлено. Что ж, давайте вскроем этих малышей, посмотрим, что ж там у нас было и соберем. Начнем мы с наборчика 4+, у нас там всего лишь один пакетик, а нет, вру, два пакетика. Один такой целиковый пакетик, достаточно большой, и еще небольшой такой с аксессуарами. О, паучок прикольный. И вот такая инструкция, которой можно подтереться, она достаточно у нас толстенькая. У нас, естественно, наборчик 4+, значит, здесь будет все достаточно поэтапно. Для детишек это нормально, это хорошо. Вот настолько здесь будет. Для меня, конечно, как для взрослого человека глупо, но для детей это поэтапно, чтобы они потихонечку собирали, развивались. И количество деталей. Вот у нас, по-моему, вот эти ножки, они у нас новенькие, представляют очень интересный интерес, скажем так. Вот, ну, посмотрим на их функцию, на то, как они смотрятся. Их уже активно леговцы применяют в других наборах 4+. Так, ну а что у нас во взрослом мехе? Во взрослом мехе должно быть чуть больше пакетиков. Ага. У нас два пакетика. Вот первый вот такой, вместе с мужчином. Отдельно, как я говорил чуть ранее, у нас аксессуары, которые дополняют мех и делают более крутым. И точно такая же инструкция, которым можно подтереться. Вот. У нас здесь, кстати говоря, нет внизу поэтапной сборке. Странно, удивительно. Хотя во взрослых наборах она есть. Здесь у нас также представлен готовый мех. Выглядит он круто. Очень интересная рисовка. Вот эта комиксова мне очень нравится. И у нас количество деталей. Что ж, ребят, собираем. На самом деле я в каком-то недопонимании, то ли мне понравилось, то ли нет, не могу сказать точно. Прикольно, да, можно поставить. Но не сильно, не сильно я фанат именно вот таких вещей, именно мехов, не сильно они западают. То есть на детальки, да, прикольный качественный деталь, интересные детальки. Отсюда можно вынуть интересные мини-фигурки. Но в целом, ну, что-то такое среднепроходное, возможно, более, для более детей, это более интересная вещь, нежели чем для взрослого дяденьки. И давайте начнем мы с меха Зейна. Но я хотел бы начать в первую очередь с инструкции, о которой я говорил чуть ранее. Вот такая у нас замечательная инструкция. Почему я к ней возвращаюсь? Да потому что, когда я собирал замечательный этот мех, я заметил, что здесь очень интересная вещь. Это комиксы внутри инструкции. И это, блин, круто. И это отсылает к наборам 2000-х годов, когда реально в инструкциях были небольшие комиксы, либо в начале, либо в конце. А тут у нас по пути сборки. Смотрите, мы высыпаем наш первый пакетик, собираем мех и получаем вот такую небольшую иллюстрацию. И она выглядит прикольно. Это, блин, круто. Смотрите, здесь у нас мех представлен без аксессуаров, то есть обычный наш мех. И вот далее, далее мы его выпускаем гулять. То есть собираем. Это прикольно. Это прикольно. И знаете, что странно? В наборе 4+, вот такой истории по комиксам не было. Не знаю, почему. То есть в наборе чуть постарше есть, а в наборе 4 нет. 4+, нету. Хотя, ну, мне кажется, для детишек 4+, собираетесь смотреть комиксы, картинки интересные, цветные. Было бы намного интереснее. И также у нас имеется продолжение, ребят. Сейчас мы его откроем. У нас гуляет наш мех Зейна такой, ни в чем не бывало, и вдруг в него стреляет. Он в него стреляет, и он понимает, что ему нужны дополнительные аксессуары, дополнительная броня. И тут он у нас резко трансформируется. И дальше смотрите, как он трансформируется. И все собирается у нас. Он у нас трансформируется. И мастер передает ему крутой такой флаг, который можно сзади поставить. Ребят, я, честно, не сильно фанат ниндзяга. Может, меня правят, что это такое. Написайте в комментариях, с удовольствием прочту. Буду узнать дальше матчасть. Вот. И у нас мех Зейна именно вот со своими крутыми новыми аксессарами поражает нашего антагониста. В общем, блин, круто, круто, интересно, необычно. Вот такая замечательная мини-фигурка Зейна. Она мне очень нравится. Она очень такая серебристая, крутая, прикольно смотрится. У нас имеются принты на торсике, на ногах. К сожалению, на руках у нас нет. И сзади вот такие принты. У нас два выражения лица, скажем так, и у нас вот тут. И сзади тоже имеются печати. И вот такие вот волосы. Также у нас имеется маска наша классическая ниндзяга. И вот так у нас наш Зейн выглядит с маской. Ну, что ж, интересненько. И вторая у нас мини-фигурка вот такая кобра. Я напомню, что это у нас, скажем так, Риколор. Ранее у нас выпускались в серии ниндзяга вот такие кобры. Интересная мини-фигурка, но она в данном наборе, не только в данном наборе, а в наборах данного полугодия встречается аж, по-моему, в трех или четырех наборах, что существенно снижает ее стоимость. А Зейн, кстати говоря, встречается только в этом наборе, именно вот в такой раскраске. Вот. Так что, скажем так, ну, обычная мини-фигурка кобра. Ничем не примечательна, просто для коллекции фанатов серии ниндзяга. Что ж, ребят, сам мех. Сам мех здесь довольно-таки очень удачный, очень он простой, при этом массивный и смотрится интересно. Ну, я напомню, что вот все золотые элементы, это такие дополнительные элементы. То есть, сам мех изначально собирается без них. Ну, вот сейчас уже не получится отцепить. Ну, часть деталей. То есть, сам мех без вот этих элементов, скажем так, он смотрится довольно-таки голеньким. Здесь должна быть пластинка, она просто прикрепилась. Довольно-таки голеньким и слишком уж простым, ну, непримечательным, скажем так. По функциям. Мех достаточно очень хорошо двигается, за счет того, что у него двигается вот здесь кисть. Здесь руки у нас вот таким образом были собраны. Не совсем понятна мне вот эта деталь, потому что, если мы ее крутим, она у нас при игре может немножко задеться и не совсем хорошо крутится. А так, ну, это, знаете, не напоминает биоников. Да, круто, в принципе, ну, хотя, да, хорошо крутится. Самое крутое, что здесь достаточно очень хорошие ноги проработаны, и они могут вставать в различные очень крутые позы. То есть, например, вот так поставить нашего меха, я считаю, это, ну, прям, какая-то крутая оборонительная такая функция. То есть, ну, здесь он защищается вот таким полем энергетическим, скажем так, нашей звездочкой и обороняется. Единственный косяк данного набора, его, наверное, несложно не заметить, это меч. Блин, ребят, серьезно, вот такой вот маленький меч, обычная катана для мини-фигурки и вот такой вот большой щит. Опа. Ну, это классическая штука, когда у нас ноги выскакивают, это нормально. То есть, это норма, да, ребят, это все окей. Когда у нас у обычного набора 4+, вот такие вот катаны, блин, здесь мы засунули вот это, вот это. Это нормально, вы считаете? Ну, а так, в целом, в целом-то сказать больше нечего. Интересная конструкция, довольно-таки простая, но при этом очень играбельная и функциональная. Мне нравится, этот мех зачетный. Следующий у нас мех Ллойд. И давайте начнем также с мини-фигурок. Вот такой вот у нас Ллойд, очень интересная мини-фигурка, мне очень они нравятся, они очень яркие. Здесь у нас принты на торсике, на ногах. Прикольно, что у нас руки разного цвета. Здесь такой светлый сладок, здесь темный такой зеленый цвет. Здесь у нас также имеется принтик сзади. У нас, к сожалению, не имеется никакой прически у Ллойда. В данном наборе только шлем и два выражения лица. Вот такой с ухмылочкой и немножко такого недовольного. Но, по-моему, лица не совсем уже новые у Ллойда, они уже ранее выпускались. Из-за примечательного, эта мини-фигурка у нас встречается только в этом наборе. И в одном, по-моему, поли-берге и блистер-паке. Больше нигде мы ее не увидим. То есть, если вы хотите в себя в коллекцию данную фигурку, стоит приобрести данный набор. И вот такая здесь кобра. Она отличается по принтам от предыдущей. Давайте мы сравним. У нас отличаются торсики. И, по-моему, вот эта кобра, она у нас встречается единожды только в этом наборе. Больше ее мы нигде не увидим. Так что, если вы за ними гонитесь, только в этом наборе покупайте. Ну, а так, в целом, тоже переиздания реколора, ранее кобра у нас уже были. Ну, и сам мех. Сам мех. Мех довольно-таки тоже простой для 4+, очень простецкий, но тоже функциональный. У нас, во-первых, на 360 полностью крутится основная, скажем так, башенка, куда мы ставим нашего Ллойда. Замечательно. Вот сюда просто взяли, вот так поставили, закрыли. Она у нас из такой пластины держится монолитной. Сзади у нас тоже все прикрыто. У нас довольно-таки хорошо двигаются руки, очень хорошо можно сражаться, играться. И ноги, вот эти новые ноги, они прикольные. Они, ну, в виде таких механизмов, прикольненько. Но ничего с ними не сделают. То есть, если вот так мне фигурь поставить, она у нас, оп, и упадет. То есть, практически только вот, ну, вот так согнуть еще держится. Держится, вы видите, немножко держится, но при этом сильно не поиграть. То есть, для шагохода еще, может быть, как-то пойдет, смотреться будет. Но для вот такого меха, я бы не сказал, что это самое лучшее решение. Помимо, помимо того, что у нас здесь крутые вот такие катаны, у нас также имеется небольшая вот такая, скажем так, землица. Землица. Здесь у нас паучок, катана зеленая для Ллойда. И травушка-муравушка. Но это, видимо, было сделано для того, чтобы докинуть немножко деталек в набор и увеличить цену набора. Что ж, ребятки, что я могу сказать по итогу? Я могу сказать такое мнение, что наборы довольно-таки проходные. Проходные. Если вы гоните за мини-фигурками, я думаю, стоит их купить где-нибудь в отдельном магазине, если вам интересны мини-фигурки. А так, ну, наборы на деталь, на мой взгляд. Лично, на мой взгляд, для моего возраста, для моего оценителя, именно так. Или же вы собираете какой-то башок гигантского меха, вам нужны детали, шарниры, вот такие сгибные элементы, они прикольно смотрятся. Очень жалко, что они монолитные и не сгинаются, вот эти шарниры, они не сгинаются. Очень жалко. Мехи прикольные, но для меня как-то, ну, не очень. Я ставлю этому набору 4,5 балла. Наверное, 0,5 снимаю за то, что из-за своих личных предвзятостей. А так, довольно-таки хороший набор по своей цене и для своего возраста. Ребят, у меня на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, колокольчик, вступайте в группу ВКонтакте, где мы укладываем все новинки, лего и аналогов. Всем пока.